Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Помогите ей силы зла, помогите ей Элизабет Селвин В третий день марта 1692 года По христианскому календарю Мы, народ Вайтвуда, Массачусетс Обвиняем тебя в колдовстве Да воздастся заблудшим душам Ищущим крови силы света Помоги, Люцифер, спаси ее Я заключила договор с Люцифером Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают О, Люцифер, listen to thy servant Гори, ведьма, гори! Гори, ведьма, гори! Гори, ведьма, гори, гори! Гори, ведьма, гори, гори! Так кричали жители Вайтвуда, когда сжигали на костре Элизабет Селвин в 1692 году Подобная практика была распространена в Новой Англии в 17 веке Порожденная суевериями, страхами и завистью Это приводило к тому, что люди обвиняли своих близких в сношениях с дьяволом Они разводили кострища, в которых сжигали невинные создания Истязаемые кричали Огонь поднимался все выше и выше! Гори, ведьма, гори! Берн, Берн! Какой бред! На сегодня закончим Завтра я продолжу лекцию по теме колдовство в Новой Англии 17 века Я принесу и покажу вам некоторые иллюстрации А я принесу спички Майтланд! Раз уж вы решили посещать эти лекции Я надеялся, что вы проявите научный интерес к предмету На этом все Как тебе не стыдно? Он слишком серьезно к этому относится Он вас прямо загипнотизировал Мисс Барлоу? Да, профессор? Можно вас на минуточку? А наше свидание? Слушай, я подожду тебя снаружи Да, профессор Какой трудный молодой человек Вы привлекаете его гораздо больше, чем мой предмет Однако Я прочитал вашу работу Интересная тема Я еду в Новой Англию, чтобы написать курсовую Это было бы неплохо Я еду не только как исследователь Я хочу ощутить атмосферу Насколько колдовство было распространено Какими в действительности были ведьмы Это займет много времени Времени у меня достаточно Мы с братом проведем каникулы вместе С нашей двоюродной сестрой А я бы хотела поселиться в самом маленьком и старом номере в Новой Англии Просмотреть городские записи Посидеть в библиотеках Поговорить с потомками поселенцев Провести действительно незабываемые исследования Ваш брат профессор естественных наук, мисс Барлоу Сомневаюсь, что ему будет интересна тема колдовства? Тогда я поеду одна Наверняка он будет возражать С Ричардом я договорюсь Мы с ним идем на ланч Билл? Профессор Барлоу Нэн здесь? Да, там с ним Я не хочу ввязываться в эти разговоры о колдовстве Да ладно тебе, это же курс истории Профессор Барлоу Да? Прежде чем вы туда пойдете, можно с вами поговорить? Конечно Это про меня и Нэн Если вы действительно настроены серьезно Я знаю одно место В точности похожее на то, о котором я упоминал в сегодняшней лекции Уайтвуд Это очень маленький городок Дорогу трудно найти Вот эти указания вам помогут Спасибо Рад, что вы отправитесь на поиски Я знаю женщину, которая владеет гостиницей Ее зовут Ньюлес Миссис Ньюлес Скажите, что вы от меня Гостиница Ревелс, Уайтвуд Что за Уайтвуд? Ты только не расстраивайся, Дик У меня изменились планы на каникулы Изменились планы? Да, я собираюсь поехать в Уайтвуд Где-нибудь на неделю Это нужно мне для исследования Вот как А ты подумала о Кузине Сью? Она же ждет тебя С 17-го на день рождения Она тебя никогда не простит? К тому времени я успею Это важно Я должна написать хорошую курсовую Я смогу получить стипендию Ты и так? Хватит, Дик Ты прекрасно проведешь время и без меня Я все решила Я еду в Уайтвуд Эта ерунда о колдовстве Есть в любой научной энциклопедии О колдовстве? Колдовство это не чушь, Барло Прошу прощения, Дрискл Все это ваше волшебство Для меня просто суеверие Я ученый, Дрискл Я верю в то Что могу ощутить Потрогать Увидеть Эти сказки основаны на реальности А реальность основана на сказках Я не знаю, что я знаю, что я знаю, что это Я не знаю, что человек в Уайтвуд в Уайтвуд Потому что Ни-Арлеан Показали в Уайтвуд Может, вы не Но практичные Вуду Показали так Дик, ты просто Дик, ты просто Я смотрю на микроскопе, Дрискл Я вижу бактерия Свами, Фанты, Фанты, Это реальность Эти свечи Они были Перекуплены И в 17-х Центр Реальность Но они не Реальность Ты встречал когда-нибудь ведьму, Дрискл? Возможно. Да ладно тебе, ты же историк. Ни одна ведьма не смогла выжить после костра, несмотря на все договоры с дьяволом. В 1692 году Элизабет Сэлвин была сожжена на костре и похоронена на церковном дворе. Несмотря на это, спустя три года кровавые жертвы продолжились. Дочь обвинителя Элизабет нашли мертвой, ее кровь была выпита досуха. После этого люди утверждали, что они видели Элизабет Сэлвин. Хватит. Рассказывайте байки по ночам, когда грохочет гром, штора раскачивается на ветру, и то мало кого испугаешь. Дик, извините, профессор Дрискл. Все в порядке, мисс Барлоу. Вы не первый, кто так отзывается о предмете. Скажи, когда ты будешь, где это место? Вайтвуд. Вайтвуд. Пришли мне открытым с ведьмой, может, еще и с автографом. Ну, а теперь пообедай. Прости, у меня свидание. Девушки отдыхают. Не знаю. Возможно, какие-то старые вещи в антикварной лавке. Что-то, что прольет свет на старое. И что это может быть? Ты студент естественных наук, милый. Ты же понимаешь. Это все выдумки. Просто суеверные люди сжигали на костре глупых старух. А что, если эти старухи не были глупы? Что, если они действительно заключили сделку с дьяволом и получили сверхъестественные силы? Да ладно, какие там еще силы? Я не знаю. Билл, это бесполезно. Ты же умный парень. Как думаешь, она и вправду найдет что-нибудь ценное? Я одному должна уважать. Само желание найти что-то новое, даже если нам не близок предмет поиска. Не близок? Да я в жизни не слышал подобной чуши, что огородит Дрискл. Вот и я. Я готова. Похоже, тебя уже не отговорить. Тогда отнесу чемодан к машину. А я все еще надеюсь отговорить. Не волнуйся, дорогой. Я вернусь очень скоро, и я буду писать тебе. Ладно, не забывай меня. Не забуду. Передай Сью, что я ее люблю. Встретимся на вечеринке. Дорогая. Простите, похоже, я заблудилась. Что ж. Мне нужна Оэмпорт Роуд. Оэмпорт Роуд. По ней больше никто не ездит. Мой друг нарисовал мне карту. Сначала ехать по шоссе 2088, потом свернуть на Оэмпорт Роуд и ехать прямо до Вайтвуда. Вайтвуд. Это очень далеко? Нет. Не так уж много людей ездит в Вайтвуд сейчас. На вашем месте я бы... Извините, я тороплюсь. В какую мне сторону? Следуйте по этой дороге, милитве, потом увидите знак на Оэмпорт Роуд, повернете налево и переезжайте прямо. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Это знак на Оэмпорт Роуд? Оэмпорт Роуд, да. Слава богу, я боялась, что проехала. Вы едете в Вайтвуд? Да. Я тоже. Не будет ли с моей стороны навязчивым... Нет, садитесь. Спасибо. Спасибо. Пора бы властям отремонтировать здешние дороги. Вот очередной ухаб. С какой целью едете в Вайтвуд? Цель? Я собираюсь провести исследования по колдовству. Профессор Дрискл дает очень интересные лекции по этому предмету. Я еду за материалом. Вам знаком Вайтвуд? Знаю его многие годы. Часто туда ездите? Бывал раньше. Тогда вы, должно быть, знаете гостиницу Рэйвенс? Там я и остановлюсь. И я тоже. Да, меня зовут Нэн Барлоу. Джет Роукин. Приятно познакомиться. Мне тоже. Прямо как из учебника истории. Настоящие дома 17 века. Почему о Вайтвуде ничего не писали? Городок в отдалении. Сюда приезжают не так много туристов. Время в Вайтвуде остановилось. Взгляните на эту церковь. Должно быть, она была очень красивая. Как жаль, что она так обветшала. Прямо? Да, поезжайте по дороге. А вот и она. Симпатичное старое здание. Минимум 17 века. Здесь так живописно. Прямо рядом с кладбищем. Да, его не использовали более 200 лет. Есть там могилы ведьм? Конечно. На части неосвещенной земли. Жутко, правда? Мистер Кин, скрестите за меня пальцы. Надеюсь, у миссис Ньюлис найдется для меня комната. Линд. Прямо... Прямо. 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 Продолжение следует... 3 марта 1692 года за колдовство была сожжена Элизабет Селвин. Я не слышала, как вы подошли. Вы миссис Ньюлис? Меня зовут Нэн Барлоу. Мне сказали, что я смогу здесь остановиться. Мне это место посоветовал мой друг, профессор Дрискл. Вы его знаете? Можешь идти, Лотти. Простите, что заставила вас ждать. К сожалению, Лотти не может говорить. Я просила её не отвечать на звонок. Бедняжка. Так вы, должно быть, миссис Ньюлис? Она самая. Чем могу помочь? Я бы хотела снять здесь комнату на две недели. В гостинице полно постояльцев. В это время гости. В разъездах. Я студентка профессора Дрискл. Он сказал, что если я упомяну его имя, вы меня примете. И есть комната, которую я могла бы вам предложить. Она внизу. Спасибо. Это дощечка. Правда ли, что Элизабет Селден была сожжена, потому что была ведьмой? Правда. А вы верите, что она была ведьмой? Пойдёмте со мной. Я покажу вам комнату. Надеюсь, вам будет удобно. Это чудесная комната. Бывшие постояльцы находили её довольно сносной. Если вам что-нибудь понадобится, просто позвоните в колокольчик на стойке. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ого! Столько времени прошло. Я считал дни до праздника. Не один ты. Не всем моим гостям было легко сюда добраться. Многие приехали издалека. Мне повезло. Последние мили были в приятной компании очаровательной мисс Барлоу. Ты, наверное, устал, Джетро. Твоя комната уже готова. Как празднество. Я готова. Миссис Ньюлис, я решила осмотреть город. Я ненадолго. Думаю, церковь вам понравится. К сожалению, службы там уже не проводятся. Он будет доволен. КОНЕЦ Церковные службы Вайтвуда Мне сказали, что когда-то это была церковь. И до сих пор она здесь находится. Я священник в этой церкви, пока жизнь не покинет меня. Это все еще дом Бога. Должно быть, прежде это было очень красивое здание. Оно до сих пор прекрасно. Извините. Как жаль, что люди довели его до такого состояния. Вайтвуда не коснулись перемены. Кто вы? Меня зовут Нэн Барлоу. Я остановилась в гостинице Райвенс. Зачем вы приехали? Потому что меня интересует колдовство. Юная леди, покиньте Вайтвуд. Уезжайте сегодня же вечером. Уже 300 лет дьявол владеет этим городом. Это его место. И люди, что живут здесь, принадлежат ему. Зло здесь превыше добра. Взгляните на мою церковь. У меня нет паствы. Никто здесь не молится. Он всесилен. Кто? Уезжайте. Сегодня же вечером. Я вас умоляю. О чем вы говорите? Уезжайте, пока не поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Приходская лавка антиквариат из старинной книги. Пожалуйста, заходите к нам. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините за беспорядок. Мы долгое время были закрыты. У вас здесь есть интересные вещи? Да. Они принадлежали моей бабушке. Но она умерла. Я приехала, чтобы разобрать здесь все. Сожалею. Так вы здесь не живете? Нет. Моя семья жила здесь поколениями. А я переехала всего пару недель назад. Хотите посмотреть? Спасибо. Я не хотела вас напугать своим приходом. Просто все люди, которых я здесь встретила, ведут себя, будто я с другой планеты. Им не так часто доводится видеть незнакомцев. И у меня был очень странный разговор со священником. Я была под впечатлением по дороге от церкви. И он рассказал мне о каком-то проклятии. И наказал мне уехать из Вайтвуда. Вы можете это объяснить? Не могу. Он всегда себя так ведет? Это мой дедушка. Извините. Не страшно. Он и раньше был таким. Недостаток прихожан, потери зрения ожесточили его. Он напугал меня, этот город. Я испугалась. Когда я увидела у вас свет, я поспешила сюда. Я рада, что вы пришли. У вас есть какие-нибудь книги или брошюры о колдовстве? У вас должны быть, мой друг? Да, у нас пылится собрание книг, но зачем вам понадобилось? Извините, это не мое дело. Ничего, я изучаю этот предмет в колледже. И приехала, чтобы дописать курсовую. Подождите, я посмотрю. Элизабет Селдинс, жена закладовства, 3 марта 1692 года. Я знаю, я видела табличку. Вы остановились в гостинице Рэйвен? Да. Мой друг, профессор Дрискл, рекомендовал мне это место. Ален Дрискл? Да. Вы знакомы? Нет. Но мой дедушка рассказывал о нем. Он из этих мест. Я и не знала. Вот, для начала. Прекрасный медальон. Можно взглянуть? Думаю, он старинный. Это так? Вам повезло? Мне повезло, что нашла эту книгу. Трактат об оккультизме в Новой Англии. Должна быть редкая книга. Боюсь, я не могу себе позволить ее купить. Можете взять на время, если хотите. Это просто чудесно. Обещаю вернуть книги через пару дней. Рада помочь. Мисс Барло, Нэн Барло, Нэн Барло. Большое спасибо. Спокойной ночи. Продолжение следует. Мисс Барло, Нэн Барло, Нэн Барло, Нэн Барло, Нэн Барло. И шли из-под пола. Сомневаюсь, мисс Барло, в вашей комнате нет подвала. Зачем же тогда в полу люк? Много лет назад подвал засыпали, чтобы укрепить фундамент здания. Но я уверена, если вы настаиваете, я взгляну. Я ничего не слышу Пару минут назад Уже не важно, прошу прощения Всегда рада помочь Но, как вы сами видите, у Люка нет кольца Потому что нет никакой надобности его поднимать Внизу, кроме земли, ничего нет КОНЕЦ Войдите Здравствуй, Лоти, проходи Мне не нужны новые полотенца, я своими не пользовалась Они ещё чистые Лоти, я же говорила тебе не тревожить наших гостей Мисс Барлу, я думала, вы присоединитесь к остальным Обязательно, как только допишу Я выписываю высказывания, а потом соединяю их в текст Трактат об оккультизме в Новой Англии Вам нравится? Я в восторге Я столько узнала, вы не знаете и половину, наверное Хотя живёте прямо на том самом месте, где сжигали видим Послушайте В ночь на Сретене 1 февраля 1692 года произошло сборище ведьм Сборище — это и мужчины, и женщины, их было 13, чьи избранники были от дьявола Они собрались в подвале гостиницы «Рэйвенс» на мессу в честь Люцифера Ведьма Элизабет Селвин позже, сожжённая на костре, выбрала в жертву девушку, забрав себе принадлежавшую ей вещь, чтобы потом призвать её Она оставила мёртвую птицу и веточку жимолости Ведьмы приносили жертвы на алтаре и выпили кровь девушки на 13-м часе Что значит 13-й час? Лично мне доводило слышать, как часы бьют лишь 12 раз Так вы не хотите потанцевать? Скоро присоединюсь Вот ещё, я где-то потеряла свой медальон Я помню, он был в моей комнате, а теперь его нет Извините Я спрошу Лоте Я не хочу сказать, что его украли Я помню, что он лежал на комоде, а теперь его там нет Я была бы очень благодарна Конечно, я сейчас же начну поиски Лоте, мне слишком часто приходится тебе напоминать Не беспокоить наших гостей Если ещё раз ослушаешься, я тебя вышвырну отсюда А если я это сделаю, тебя больше никто не возьмёт Ты же понимаешь это, Лоте? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок А, мисс Барлоу Я нигде не могу найти Лоте Но утром я первым делом спрошу у неё о вашем медальоне Спасибо А где же все? Большинство гостей ушли на службу Служба 1 февраля? 1 февраля, канун Сретенья Канун Сретенья, ночь, когда ведьмы оскверняют ритуалы церкви Вы в порядке, мисс Барлоу? Да, пожалуй Спасибо Спокойной ночи Спокойной ночи, мисс Барлоу Миссис Ньюлис Миссис Ньюлис Миссис Ньюлис Миссис Ньюлис Миссис Ньюлис Субтитры подогнал «Симон» 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 «Помогите!» «Отпустите меня!» «Отпустите!» «Отпустите меня!» «Нет!» 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 «Отпустите меня!» «Три!» «Четыре!» «Пять!» «Шесть!» «Семь!» «Нет!» «Миссис Ньюлис, нет!» «Нет!» «Я Элизабет Селвин» «Нет!» «Одиннадцать!» «Нет!» «Отпустите!» «Тринадцать!» «С днем рождения!» «С днем рождения!» «Дорогая Сьюзи» «С днем рождения!» «С днем рождения!» «Вкуснятина» Объедение. Так что случилось с Нэн? Скоро объявится. Нашла какого-нибудь колдуна и тащите его сюда на вечеринку. Нэн ведь никогда не опаздывает. Ты разве о ней не беспокоишься? Она скоро будет здесь. Наверное, это она. Пойди, открой дверь, а я поставлю пластинку. Хорошо. Привет, Дик. Билл. Что такое? Ты ожидал кого-то другого? Нэн, ладно, заходи. Нэн, ее еще нет? Мы договорились здесь встретиться, прежде чем она уехала в Вайтвуд. Наверное, и задержалась. Давай к пальто. Нэн никогда не опаздывает. Расслабься. Веселись. Она скоро появится. Дик. Дик. От Нэн не было писем больше двух недель. Может, занята работой над курсовой? Я чувствую, что-то случилось. Послушай, сделай одолжение. Позвони в Вайтвуд. Спроси, выехала ли она. Серьезно? Да, черт возьми. Хорошо. Я бы хотел поговорить с Нэн Барлоу из гостиницы Рэйвенс в Вайтвуде. Нет, номера я не знаю. Что, она не оставила номера? Да, такая у меня сестра. Сказали, такого места, как гостиница Рэйвенс, нет? Это безумие. Она же там остановилась. Соедините меня с полицией. Трактат об оккультизме в Новой Англии. Она уехала в спешке и забыла вам ее вернуть, мисс Рассел. Она мне показалась милой девушкой. Не думала, что она забудет вернуть книгу. Первое впечатление бывает обманчиво. Я не могла ошибиться. Возможно, вы будете внимательнее в будущем. Спасибо, что вернули книгу. Не забудьте передать от меня привет вашему дедушке. Лотти, уйди с дороги. Это неуклюжее создание. Я могу вам чем-то помочь? Мы из офиса Шевеева. Сегодня поступил звонок о пропавшем человеке, студентке колледжа, мисс Барлоу. Звонивший сказал, что последние новости о ней были из гостиницы Рэйвенс. Нэн Барлоу? Как странно. Да, я ее видела. Когда в последний раз? Пару недель назад. Она зашла в мой магазин. Я дала ей на время эту книгу. Она довольно ценная, поэтому я пришла ее забрать. Она была у миссис Ньюлис. Можно? Практат об акультизме в Новой Англии. Надо отметить это в отчете. Боже мой, ну и студенты в наши дни пошли. Спасибо за помощь. Пойдем, Чарли. КОНЕЦ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ее машины видели у гостиницы «Райвенс» две недели назад. Ничего не понимаю. Я тоже. Вот, книги и бумаги, Нэн. Просмотри их. Может, найдется зацепка. А я наведаюсь к своему коллеге. О, князь тьмы, прими эту жертву. О, князь тьмы. О, князь тьмы, прими эту жертву. Присаживайся. Спасибо. Выпьешь? Ром с содовой. Лед? Да. О чем думаешь? Нэн пропала. С того дня, как приехала в Вайтвуд. Точно? Так сказали в полиции. Какие они предпринимают меры? Ищут. Я даже ничего не могу сделать, пока не обнаружится что-нибудь важное. Было бы неплохо, если бы они постарались. Верно, они говорят лишь, что она пропала две недели назад, и никто ничего об этом не знает. А я тебе зачем? Может, у тебя найдутся идеи? Зачем ты послал ее в Вайтвуд? Это отличное место для ее исследования, и посоветовал ей гостиницу Рэйвенс. Она там одна. Нигде нет ее телефонного номера, ее незачем рекламировать. Откуда ты столько знаешь? Я родом из Вайтвуда. Понятно. И ты не сомневался, что она будет в безопасности? Не было причин сомневаться. Нэн прекрасно может о себе позаботиться. Согласен. Но почему она не вернулась и ничего не сказала? Барлоу, я понимаю беспокойство, но уверен, волноваться не о чем. Может, она увлеклась исследованием, поехала в другое место. Если бы весь мой класс был таким же усердным. Я выясню, к чему ее привело усердие. Провери каждый ее шаг. Найду Нэн и узнаю, что с ней произошло. Мне тебя не отговорить. Нет. Ты не боишься? Чего я должен бояться? Если с Нэн что-то случилось, кто-то уже поехал на поиски. Думаешь, с ней что-то случилось? Возможно. Похоже, ты считаешь, с ней что-то случилось. Нет, ведут цепь размышлений. Может быть. Я найду ее. Профессор Дрискл? Да. Не хотелось бы вас беспокоить. Можно с вами поговорить? Пожалуйста, проходите. Удачи в Вайтвуде. Спасибо. Прошу прощения, вы сказали, что он едет в Вайтвуд? Да. Вы удивитесь? Я только что приехала из Вайтвуда. Правда? Какое совпадение? Мои родители жили в Вайтвуде, я там родился. Да, я знаю. Присаживайтесь. Спасибо. Налейте что-нибудь? Нет, спасибо. Полагаю, вы знаете моего деда, священника Рассела? Рассел? Знаю. Как долго вы живете в Вайтвуде? Две недели с тех пор, как умерла моя бабушка. Очень жаль. Чем могу помочь? Я приехала по поводу одной из ваших учениц, Нэн Барлоу. Слушаю. Она приехала в Вайтвуд пару недель назад. Мы встретились. Она мне понравилась. Она сказала, что посещает ваши лекции, и вы посоветовали ей остановиться в гостинице Рейвенс. Верно. Именно поэтому я здесь. На следующий день после ее приезда она исчезла. Полиция приезжала, задавала вопросы. Семья волнуется. Я подумала, может, у вас есть их адрес? Зачем она вам? У меня есть одна ее вещь, которую я хотела бы вернуть. Оставьте ее мне, и я передам. Я не хотела бы вас затруднять. Если бы вы дали мне их адрес... Как хотите. Вот Дор Честер Стрит. Два, два, пять. Живет с братом. Он мой коллега. Вы встретили его в дверях. Он как раз уходил. Прошу извините, у меня много дел. Человек я занятой. Спасибо за помощь. Не стоит. Надеюсь, смог помочь. Привет от меня вашему дедушке. Непременно передам. До свидания. До свидания. Да, это медальон Нэн. Уникальный. Я его дал. Откуда он у вас? Мне дала служанка гостиницы. Она не хотела, чтобы миссис Ньюлис узнала, что он у меня. Миссис Ньюлис? Она хозяйка гостиницы. Зачем вы приехали сюда? Я нашла это. Похоже, бумага профессора Дрискола. Я обнаружила это в книге, которую дала вашей сестре, когда она приехала в Вайтвуд. Когда она ее не вернула, я пошла в гостиницу. Что было за книга? Старая книга о колдовстве. Вы верите в это? Не знаю. Иногда мне кажется... Оно меня окружает? Окружает. Так, говорит мой дед. Я не воспринимаю его всерьез. Он уже старый человек. Теперь я задумалась. Правду ли он говорит? А что он говорит? Это недобрая деревня. Наступают ночи, когда жители из деревни расходятся по домам, закрывают двери, прячась за ними. В такие ночи мертвецы оживают. Например, канун Сретенья? Что вы знаете о кануне Сретенья? Это из книжек, Нэн. Я в это не верю. Только не в наше время. Верно. Но интересно. Завтра еду в Вайтвуд. Могу подвезти. Спасибо. Но мне надо возвращаться. Я не могу оставить деда. Он слепой. Могу увидеться с вами по приезде. Хотел бы с ним пообщаться. Будем рады. Дом рядом с церковью. До встречи. До свидания. Я вас провожу. Вы в Вайтвуд? Да. Не подбросите, чтобы не пришлось идти пешком. Вы внучка священника Рассела? Да. А откуда вы знаете? Я много чего знаю о Вайтвуде. Вы там бывали? Давненько. Я вас раньше не видела. Видеть меня особая привилегия. Ее достойны лишь немногие. Что это значит? Уже недалеко. Я так поняла, вы... Она тоже симпатичная. Так и есть. Очень симпатичная. Живе рядом с теми, кто был проклят. Так даже лучше. Еще один день. А завтра? Шабаш ведьм. КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают Верно Много людей туда ездят Немного Это единственная дорога в город В этом направлении, да Вы случайно не помните симпатичной девушке Она приезжала здесь около месяца назад Нэн Барлоу, помню Читал о ней в газетах Больше я ее не видел Я рассказал все полиции Как доехать до Вайтвуда? Еще один Прямо Потом увидите указатель Свернете налево и до упора Спасибо Предупреждаю В Вайтвуде не любят незнакомцев Большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер Добрый вечер Хотел бы снять комнату Гостиница закрывается На пару дней Гостиница закрывается Когда? Через два дня Если вы не против Я бы остался до закрытия Если вы настаиваете Можно мне ту комнату В которой останавливалась моя сестра Она ведь свободна? Да, свободна Миссис Ниллос Вы сказали полиции, что моя сестра уехала отсюда Вы ошибаетесь Я сказала, что утром 2 февраля Зайдя в ее комнату Я нашла ее пустой постель Неразобрана машина И ее багаж Пропали А также счет неоплачен Включите его в мой Когда вы видели ее в последний раз? Вечером 1 февраля Незадолго до полуночи Она была здесь в холле Танцевала с кем-то из гостей По-моему, ей здесь нравилось Кто-то проявлял к ней особый интерес? Я не заметила Ваша сестра очень самостоятельная А зачем она приехала в Вайтвуд? У меня нет привычки лезть в чужие дела Она изучала колдовство Это могло расстрадить кого-нибудь в деревне? Вряд ли Здесь бывало уже много студентов Кроме того, ваша сестра была очень приятной молодой девушкой У вас есть предположения? Никаких Спасибо Могу я увидеть свой номер? Как скажете, сюда Если вам что-то понадобится А меня не будет на месте Просто позвоните в звонок Спасибо 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 Здравствуйте Я рада, что вы зашли Я видела вашу машину и подумала, может, с вами что-то случилось Я разговаривал с миссис Ниллес, а потом прогулялся по деревне Выяснили что-то? Кажется, все чего-то боятся Так вы не считаете, что это всего лишь мое воображение? Не знаю Сначала воображение Но здесь и вправду что-то происходит Люди так странно смотрят на меня Я тоже это чувствую Можно взглянуть на ту книгу, что брала нам? Да, я пометила страницу, на которой она остановилась Присаживайтесь, я скажу деду, что вы здесь Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я тебя предупреждала, Лотти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дедушка, это мистер Барлоу Как поживаете, сэр? Да пребудет с вами Господь Давайте присядем, так будет удобнее Вот кресло, дедушка Ты, наверное, устал? Очень Не так уж много осталось сил для борьбы Присаживайтесь, я приготовлю кофе Для борьбы с чем? Со злом, что завладела этой деревней Люди создания сатаны Другого бога они не знают Вы хотите сказать, здесь поклоняются сатане? В наше время? Сатана еще никогда не был так силен, как в наши дни В течение двухсот лет жители Вайтовода совершали ритуалы, оскверняющие христианское учение Трудно в это поверить Отбрось сомнения Теперь это реальность Я долго боролся с ведьмами Это они лишили меня зрения Невероятно Пытался вразумить остальных А они не хотели верить Но я-то знаю, что эти люди заключили договор с дьяволом, чтобы поклоняться ему и исполнять его волю А в награду он дает им вечную жизнь Вечную жизнь Для скрепления этого договора они должны принести в жертву молодую девушку две ночи в году Когда? В канон Сретенье И на Шабаш-Ведьм Канон Сретенье Это первое февраля А когда Шабаш-Ведьм? Сегодня ночью Теперь вы понимаете, зачем я к вам приезжала? Я понял, что опоздал Давайте попьем кофе в другой раз Я хотел бы снова поговорить с миссис Ньюлес Конечно Доброй ночи Доброй ночи Я провожу вас Да не покинет нас Бог Мисс Рассел Как думаете, исчезновение Нэн как-нибудь связано с этими обрядами ведьм? Да Ясно Зайду попозже, если вы не против Пожалуйста, меня зовут Пэт А меня Ричард Мне легче от того, что вы здесь Останусь, пока не выясню, что произошло с Нэн Будьте осторожны Пей кофе, пока он не остыл Ты не должна видеться сегодня вечером с этим молодым человеком Почему? У дьявола много обличий Я принесу ложку Дедушка на комоде птица Пронзенная стрелой Иди посмотри на ступеньках Веточки живолости Закрой дверь быстрее Что это значит, дедушка? Моя дорогая, это их знак Знак ведьм Что же нам делать? Мы должны уехать Немедленно Я заведу машину Что-то не так Они повредили машину Барлоу Позвони Барлоу Алло, мне нужна гостиница Рэйвенс Да, миссис Ньюлис Мистер Барлоу? Это меня? Да Слушаю Дик, я в опасности Нам нужно покинуть Вайтвуд Немедленно В опасности? Какой? Нам надо уехать Помоги мне Пэт Открывайте Пэт Пэт Патрисия Мистер Рассел, вы там? Патрисия Что произошло, мистер Рассел? Ведьмы Забрали Патрисию Уничтожили Как, мистер Рассел? Тень от креста Используй Распятие Я проклинаю вас Создание тьмы Именем живого Бога Мистер Рассел? Мэтленд! Что случилось? Создание тьмы Как? КОНЕЦ КОНЕЦ Пэт! Патрисия! Алан Дрискл сожжён. КОНЕЦ 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 ТРЕВОГО Продолжение следует... 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 Продолжение следует...